Мониторинг цен на основные продукты питания усилили в октубе перед новогодними праздниками. Региональная комиссия, которая контролирует ценообразование на социально значимые категории продовольствия, возобновила свою работу. До конца года планируется провести сравнительный анализ цен в крупных торговых сетях города. Между акиматами и предпринимателями розничной торговли, рынками и местами товаропроизводителями заключено около 600 меморандумов. Согласно им, надбавки на социально значимые продукты не должна превышать 15%. На формирование стабилизационного фонда выделили 3 млрд тенге. Планируется закупать овощи в два раза больше прошлогоднего. Местные производители согласились снизить цены на 10%. Цель работы этой комиссии – не допустить излишних посредников и не допускать необоснованного повышения цен. На сегодняшний день порядка 36 таких фактов выявлено. 12 предпринимателям были выданы протоколы о предупреждениях. Трем предпринимателям были наложены административные штрафы со стороны департамента торговли. Торгово-экономическое сотрудничество Армении и России расширяется. Об этом говорили в Ереване на заседании армяно-российской межправительственной комиссии. Российскую делегацию в голове с заместителями председателя правительства Алексеем Аверчуком принимал премьер-министр Армении Никол Пашинян. В ходе заседания стороны обсудили взаимовыгодное партнерство двух стран. Например, в энергетической, инвестиционной и финансово-банковской сферах. Товарооборот за 9 месяцев 2023 года достиг 4,5 миллиарда долларов. Это почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. В рамках работы межправительственной комиссии в Ереване открылось представительство российского экспортного центра. Динамика товарооборота очень хорошая. Мы надеемся, что мы удержим этот темп с туризмом. Поток тоже динамика хорошая. Одной из наиболее динамично развивающихся сфер нашего взаимодействия является туризм. С января по сентябрь 2023 года в Армению, в Россию осуществлено 269 тысяч туристических поездок из Армении. И по нашим данным в Армению приехало 843 тысячи российских туристов. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко отправился с рабочей поездкой в Гомельскую область. Там он оценил реализацию общих с Россией импортозамещающих проектов. Местный производитель сельхозтехники закупил новые оборудования, нарастил и выпуск продукции. Раньше здесь использовали большое количество импортных узлов. Теперь из них около 4% и те из дружественных стран. По итогам года в Беларуси выпустили импортозамещающей продукции почти на 29 миллионов долларов. Наша промышленная политика настроена как раз-таки на избежание непроизводительных расходов и дублирования производств. То есть если что-то есть, то что нам подходит в Российской Федерации, в Казахстане, в Киргизстане, в Китайской Народной Республике, в других странах, мы с удовольствием это будем использовать, если видим, что для освоения собственного потребуются слишком большие вложения или слишком длинные сроки. Больше 80% территории Германии имеют покрытие 5G. Однако треть немцев недовольна его качеством. Для туристов же предлагается множество альтернативных тарифов. Помимо этого есть много точек с бесплатным Wi-Fi в вокзалах, кафе и супермаркетах. Единственный минус – ограниченное время для использования. Что касается цены, то дешевле всего в мире – мобильный интернет в Израиле. А топ-стран с самым дорогим интернетом возглавляет остров Святой Елены. По Европе – один из самых доступных домашний интернет в Италии. Тем временем самый дорогой мобильный интернет – по Евросоюзу в Греции. В Германии мобильный интернет предлагают три основных оператора. В зависимости от пакета и скорости, безлимитный вариант стоит от 27 евро до 50. Что касается безлимитного пакета на домашний интернет, его можно заказать минимально за 30 евро. Обещанная скорость – 50 Мбит в секунду до 100 и выше. Это относительно недороже даже для тех, кто получает минимальную зарплату, которая составляет 1584 евро. Тысячи семи иммигрантов США могут оказаться на улице в канун Нового года. Центры временного содержания, в которых они сейчас проживают, ограничили сроки пребывания до двух месяцев. По истечении этого времени просители убежищем придется выселяться, затем снова подавать электронную заявку и ожидать свободного места. Эти меры власти сразу нескольких городов США вели с целью разгрузить приюты и снизить растущие финансовые расходы на их содержание. На сегодня Нью-Йорк – один из самых перегруженных нелегалами городов. Там содержится почти 70 тысяч мигрантов, и их число продолжает неуклонно расти. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...